Ом намо бхагавате васудэвая. Ом намо бхагавате васудэвая. Ом намо бхагавате васудэвая. Бхагавадгита, 10 глава Великолепия Абсолюта. Текст 36. Литературный перевод и комментарии о божественной милости Абайчара Наравинды. Вактивиданте с вами Шрилы Пропады. Шрилы Пропады Киджай. Из всех видов мошенничества я азартная игра. Я блеск всего, что поражает великолепием. Я победа, я приключения и сила сильных. Комментарии Шрилы Пропады. Во вселенной великое множество мошенников. Из всех видов мошенничества самым захватывающим являются азартные игры, которые поэтому представляют Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может провести любого. Горе-комментатор Бхагавадгита, который хочет обмануть Кришну и читателя, говоря, что есть нечто более великое, чем Кришна, будет обманут Кришной и не сможет достичь его даже за очень продолжительное время. Если Кришна решит обмануть кого-либо, он сделает это лучше, чем любой другой. Его величие не одностороннее, оно всеобъемлющее. Среди победителей Кришна, сама победа, он блеск всего, что блестит. Среди предприимчивых и трудолюбивых, он самый предприимчивый и трудолюбивый. Среди искателей приключений он самый отчаянный, и он же самый сильный среди сильных. Когда Кришна находился на земле, никто не мог превзойти его по силе. Еще в детстве он поднял холм Гавардхана. Кришна – непревзойденный обманщик. Никто не может затмить его великолепие, одержать над ним победу и превзойти его по предприимчивости и силе. Шри Вапрвупада, Киджай, Хри Кришна, омагянатимирандася, гянанжанашалакая, чокшурунмилитамгенатасма и Шри Гуравейнамага. Шри Чайтанимановкиштамстапитамьенабуталесвайрупакадамагяндадатисвападантикам. Ванчакалпатарубьясчакрипасингбяэвача патитанампаваныбьёвайшнавыбьёвнаманамага. Джаве Шри Кришна Чайтания Прабуни Тянанда, Шри Адвей Тагдадхара, Шри Васвегура Бактавринда, Хри Кришна, Хри Кришна, Хри Кришна, Хри Кри, Хри Рама, Хри Рама, 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 Хри Кри. Из всех видов мошенничества я азартная игра, я блеск всего, что поражает великолепием, я победа, я приключения и сила сильных. И в комментарии упоминается холм Гвардхан, Гвардхан Пуджа будет 2 ноября, можете отметить себе в календаре. 2 ноября будем праздновать, ходить вокруг тортика, а потом его раз и искушаем его во имя Кришны. Итак, из всех видов мошенничества Кришна представляет собой азартную игру, давайте разбираться с этим вопросом, потому что видите, у нас же есть регулирующий принцип, согласно которому мы в эти азартные игры не играем. Давайте почитаем, что же написано по этому вопросу в учебнике Пабахта Программ, который называется «Теология Вайшновизма» и который написал Абхинанда Прабу из города Владимира. Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. В письме от 20 июля 1969 года Шрила Прабупада включает 4 принципа, запрет на спорт и кинематограф. В лекции по Багаватам Шрила Прабупада приравнивает спекуляции на бирже и так далее к азартным играм. В письме к Папе Римскому от 3 августа 1968 года Шрила Прабупада приравнивает к азартной игре «Айдл Спортс» или «Спорт» для времяпрепровождения. В письме господину Кайру или Кайру Шрила Прабупада 8 июля 1969 года в число азартных времяпрепровождений включает спорт, кинематограф, театр и тому подобные развлечения. Из этого можно сделать вывод, что любое безответственное растранжиривание времени есть азартная игра. Азартные игры оказывают истощающее воздействие на человека в силу своей иллюзорной природы. Это же можно сказать про все материальное существование в целом. Оно подобно безвыигрышной азартной игре. Азарт разжигает воображение. Кажется, что если немного поднапрячься, все получится. Что тут? Но за одним провалом следуют новые провалы. Так происходит до самой смерти. В большой азартной игре под названием «Жизнь» человек всегда остается в проигрыше. «Азартные игры разрушают правдивость, так как им сопутствует мошенничество». То есть, видите, в чем дело? Когда Кришна говорит «Я азартная игра», что подразумевается под этим? Точно так же, как и «Я блеск всего того, что впечатляет своим великолепием». Это означает, что когда человек прельщается той или иной материальной идеей могущества, той или иной материальной идеей прельщать, оно идет от Кришны. Кришна «Ахам сарвася прабавоматах сарвам правардате». Из него все миры исходят материальные и духовные, он причина всех причин «Сарвакаранакаранам». То есть, любая идея или любое занятие, любое дело, которое человека вдохновляет туда ухнуть всем своим сознанием и отнестись к нему как к азартной игре, за этим стоит Кришна. То есть, те или иные дела, занятия, они сами по себе не обладают этим могуществом впечатлить или поработить чье-либо сознание. Это все энергии Кришны, которые исходят из Кришны. И по этому поводу в Шри Шапанишат есть очень важное утверждение, которое как раз подтверждает ту же самую мысль. Так, ту же самую мысль. Это Шри Шапанишат, восьмой текст. Восьмой текст. Здесь перечислены разные качества Господа. И одно из качеств Господа, это то, что Он с незапамятных времен исполняет желания каждого живого существа. И комментируя этот момент, Шрила Парупада в комментарии пишет, Как правило, живые существа не знают, что нужно просить у Господа и какой должности добиваться. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит Господа даровать ему возможность трансцендентного общения с ним, чтобы трансцендентно и с любовью служить ему. К сожалению, под влиянием материальной природы, живые существа просят Господа совсем о других вещах. Бхагавадгита описывает их образ мыслей словами многоветвистый или разбросанный. Духовный разум един, но мирской, а мирской разум имеет много разновидностей. В Шримадбхагаватам 7.5.30.31 сказано, что тот, кого пленяет эфемерная красота внешней энергии, забывает об истинной цели жизни, возвращении к Богу. Забыв об этом, человек пытается улучшить свое материальное положение, составляя различные планы программы, хотя все это подобно пережевыванию жвачки. Но Господь так добр, что позволяет забывчивым живым существам продолжать свой путь, не вмешиваясь в их дела. Поэтому в данной мантре Шри Шапанишат употреблено очень точное слово Ятхатат Ятаха, которое означает, что Господь вознаграждает живое существо в точном соответствии с его желаниями. Дальше внимание. Если живое существо хочет отправиться в ад, то Господь не противится этому, а если оно хочет вернуться домой обратно к Богу, то Господь помогает ему осуществить и это желание. И в чате у нас что-то появилось. Не могли бы вы немного приблизить экран? Вопрос от нашего телевизорителя. Но можно попытаться вот так сделать, допустим. Нормально? Нормально вот так вот? Нормально? Вот. Видно? Все видно? Если живое существо хочет отправиться в ад, то Господь не противится этому, а если оно хочет вернуться домой обратно к Богу, то Господь помогает ему осуществить это желание. И точно так же, как в сегодняшнем тексте 10.36. Если человек хочет поучаствовать в азартной игре и хочет там что-нибудь в ней выиграть, то Господь не противится тому, чтобы оно, живое существо, поучаствовало в какой-нибудь азартной игре и проиграло в ней. Да, потому что азартная игра, она все-таки строится на том, чтобы большинство проигрывало, а не выигрывало. Если все было наоборот, тогда все казино разорились бы уже давно. Не было бы никаких казино. Все так устроено, чтобы большинство проигрывало. Ну и так вот некоторые чего-то где-то выигрывали. И возникает вопрос, а это как-то само по себе происходит или случайно? Сейчас посмотрим, можно здесь покрупнее сделать. Да, вот так. Ну тогда сделаем еще покрупнее. Вот так вот сделаем. Вот так. И вот тут у нас есть беседа. Где же она? Куда она уехала? Харе Кришна, Харе Кришна. Сейчас мы ее найдем. А, вот она. Значит, так, что-то в чате появилось. Ну-ка. Отлично. Хорошо. Ну вот. Значит, Панчадровида Прабу говорит Шриле Праупаде. Как насчет азартных игр, когда кто-то в них выигрывает, а кто-то проигрывает? Это же происходит случайно? Шрила Праупада говорит, это не случайно. Мадудвиша, по всей видимости, это в Австралии было дело. Мадудвиша Прабу говорит, но люди-то говорят, что все происходит случайно, и эволюция тоже происходит из-за того, что столько разных комбинаций, сочетаний всего и вся существует. И так далее. Вот они тут рассуждают на эту тему случайности. И Шрила Праупада говорит, ничего не бывает случайно, это ложная идея, это ложная теория. И тогда Са Цварупа говорит, ну вот когда там кидаешь кости, или когда казино, и там выпадает 7 или 11, или другое число, то это случайно или не случайно? И Шрила Праупада говорит, нет, это не случайно. И дальше он здесь развивает эту идею, что люди говорят о случайности, когда они не знают, в чем причина того, что происходит. И это интересное утверждение. Дальше он, говоря про этих мирских ученых, говорит про них, такое утверждение про них говорит, что они хотят случайно стать очень разумными. случайно, ну то есть в этой парадигме материалистической существует такое понятие, как случай. И вот он, Шрила Праупада, так вот шутит и говорит, эти ученые тоже хотят случайно, случайно стать умными. А ведь ничего же не происходит, говорит он случайно, даже учеными случайно люди не становятся. Ну и так далее. В общем, видите, какая история с этими азартными играми? Они опасны тем, что человек начинает верить в счастливый случай. А эта вера является ложной теорией, потому что ничего не бывает в этом мире случайного. Все укладывается либо в закон кармы, либо в план Кришны, либо в сочетании того и другого. Когда человек говорит, называет что-либо случайностью, это указывает на то, что он не знает, в чем причина происходящая. Теперь давайте поговорим про... Про что? Про Теджас, Теджасвинам Ахам. Вторая строка сегодняшнего текста. Кришна говорит, я блеск всего, что поражает великолепие. И мы можем выйти на улицу и посмотреть на всякие растения, деревья, на эту природу, на чудесное небо со звездами, на солнце с улной. И подумать, как же это все красиво. Также это великолепие проявляется не только в гармоничных природных пейзажах, но также оно проявляется и в личностях, в людях. И в связи с этим, конечно же, возникает такой термин, как харизма. Харизма человека, того или иного человека. Бывает духовная харизма, бывает материальная харизма. В зависимости от того, что это за деятель. Общественно-политический какой-нибудь деятель. Или деятель на ниве духовности. Ну и в сфере духовности тоже есть много псевдодуховности. Но мы не будем слишком... Ну не будем о грустном. Не будем о грустном. Лучше мы почитаем один важный текст из Шримадбхагават. Вот этот вот. 5.4.15. 5.4.15. В котором говорится, какие бы действия ни совершал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. Здесь в комментарии Шрива Парупада объясняет, какое лидерство, какая модель лидерства несет благо людям, несет благо человечеству. И здесь говорится про то, что очень важно, чтобы в обществе был класс людей, получивших всестороннее ведическое образование и живущих в соответствии с учением вед. Класс настоящих опытных браманов, наставлением которой должны следовать все остальные люди. И в связи с этим мы хотим вместе с Рамануджи Прея Прабу снова позвать вас на Бхакти Шастри, на Бхакта Программ и на Вайшнавский этикет. И мы в пределах своих возможностей попытаемся вам, с вами поделиться этими знаниями. Эти знания, которые в конечном счете не наши, не мои, не Рамануджи Прея, не чьи-то, а не Шрива Парупада их дал, и они Шри Гуру Парампари принадлежат. Все эти знания способствуют тому, чтобы люди смогли избавиться от материальных привязанностей и подняться на высокий трансцендентный уровень. И это важно. Все начинается с этого, с того, чтобы понять, что мы не тело, а душа, а материальный мир не наше вечное место, не наша вечная обитель. Даже если человек сможет здесь каким-то образом замечательно устроиться, все равно он, пишет Шри Гуру Парупада в этом комментарии, рано или поздно лишится этого положения. И даже если он, наоборот, примирился со страданиями этого мира, то ему, в конце концов, придется покинуть это нынешнее тело, получить новое. Причем никакой гарантии нет, что это человеческое тело будет. Это может быть любое другое тело. Так или иначе, живое существо находится во власти законов материальной природы. И принципиальный момент, о котором пишет Шри Гуру Парупада здесь в комментарии к этому тексту, чтобы люди могли вырваться из материального плена, лидеры общества должны вести их по пути к освобождению, подавая идеальный пример. И здесь приводится масса разных примеров, таких как Махараджа Ютхиштхира, Махараджа Парикшит и так далее. Но они жили достаточно давно. А теперь есть искон, цель которого заключается в том, чтобы тоже людям сообщать об этих ведических знаниях. Поэтому распространение книг Шри Гуру Парупада Киджай. Слово «лидер» происходит, ну если мы говорим об английском слове, происходит от английского глагола «to lead» означает «вести за собой». То есть понятие «лидера» тесно связано с понятием «пути» и понятием «пониманием», которое у того или иного «лидера», в кавычках «лидера» или не в кавычках, понимание «есть» или «нету», а какой путь, а куда идем, товарищи. Правильным путем идем, товарищи, или неправильным путем. Принцип заключается в этом. И этот путь предначертан, ух ты, рука поднялась, и этот путь предначертан парампарой, цепи ученической преемственности. Ух ты, опустилась рука, какие чудеса. Ну тогда мы продолжаем дальше. Вот здесь, в этом тексте Шримад Бхагаватам 11.17.27, говорится о положении духовного учителя, который указывает нам этот путь назад Кришне. И которые тоже, как вот мы в сегодняшнем тексте читаем, Кришна говорит, я блеск всего, что поражает великолепием. И видя духовного учителя, мы тоже бываем впечатлены. Так вот, это наша впечатляемость, она откуда идет? Она идет от Кришны. Кришна наделяет духовных учителей этим могуществом впечатлять, вдохновлять и так далее. Ачария мамвиджаньян, наваманьета кархичит, намартия будхия суета, сарвадева маю гурух. Кришна говорит в Удалагите. Человеку следует знать, что Ачария это я, то есть гуру, это сам Кришна, что Ачария это я, и никогда не проявлять неуважение к нему. Ачария нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он представитель всех полубогов. Шримад Бхагаватам 11.17.27. Ммм, как интересно. И в комментарии, здесь цитируются комментарии Шрила Праупады, Шрила Праупада пишет, Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя, лишь из своего бескраничного сострадания. Вот почему вся деятельность Ачарии представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачария это Верховная Личность Бога в образе слуги. Такой непоколебимый преданный является самым надежным перестанищем для нас, поэтому его называют Ашрая Виграхой, проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. То есть вот здесь говорится в сегодняшнем тексте 10.36, который мы с вами читаем, Кришна говорит про Себя и облеск всего, что поражает великолепием. И в первую очередь нам, конечно, стоит впечатляться и поражаться великолепием тех личностей, которые являются непосредственными представителями Кришны. Вот. И также у нас есть... А это что такое? Это о чем? А, это тоже про сострадание. Это хороший текст. Тоже можно его записать в тетрадочку. В Шримад Бхагаватам 1.4.17.18. И здесь говорится про Вьясадеву, про литературное воплощение Господа, который дал миру Шримад Бхагаватам движимый состраданием к людям века Кали, то есть к нам, ко всем. Иногда может у нас возникнуть такое чувство, что кому я нужен, никто меня не любит и так далее. Но, как выясняется, кое-кто любит этот кое-кто, его зовут Вьясадева. Он дал нам эти книжечки, чтобы мы их читали и просвещались. Обладая знанием и трансцендентным зрением, великий мудрец Вьясадева предвидел, что под влиянием этого века все материальное придет в упадок. Он предвидел также, что у неверующих людей сократится продолжительность жизни, и из-за отсутствия добродетелей они станут беспокойными. Поэтому он погрузился в размышления о том, как помочь людям всех сословий и укладов жизни. Он стал думать над этим, и в итоге он оставил после себя Шримад Бхагаватам, который тоже, кстати говоря, поражает своим великолепием. И мы читаем его, и этот Бхагаватам не отличен от Кришны. Он сияет словно солнце. Великий мудрец Вьяса мог видеть это благодаря своему трансцендентному зрению. Шрила Парупада приводит аналогию. Как астролог способен увидеть судьбу человека, а астроном предугадать солнечные и лунные затмения, так и освобожденные души, смотрящие на мир, сквозь призму Бога откровенных писаний, могут предсказывать будущее человечества. Они видят это благодаря духовной проницательности, приобретенной в результате духовной практики. Такие трансценденталисты, которые по природе своей являются преданными Господа, всегда жаждут служить на благо всем людям. Они истинные друзья всех, в отличие от так называемых народных вождей, не способных предвидеть даже того, что случится через пять минут. И те, и другие могут впечатлять своим великолепием, но нам нужно различать, за кем идти. Их постоянно беспокоят различные недуги этих народных вождей. Шрива Прорупада рассказывал про то, как однажды он договорился о встрече с одним человеком, гражданином Индии, человеком, который заявлял о том, что он Бог. Такой человек был. А потом был телефонный звонок, и выяснилось, что это человек, который себя Богом объявляет. Он эту аудиенцию, эту встречу откладывает на следующий день, потому что ему надо сходить к стоматологу. К стоматологу ему нужно сходить, этому Богу. Сам он себе зубы починить не может. Ему надо идти везде в Манкали, Юга на дворе. Не ведитесь на это дело, дорогие друзья. Да, вот Ванда на Мадави радуется. Ванда на Мадави Матаджи. Итак, нам надо привязаться, привязаться к тому великолепию, к тому блеску, который исходит от истинных представителей Кришны. А иначе, иначе у нас будут в жизни сложности. И вот Шрила Парупада пишет в письме Бали Мардану, надо, наверное, тоже покрупнее сделать, да? Раз, два, три, четыре, пять. Оп, вот так. Вот, значит, Бали Мардану пишет в письме 11 июля 69 года, Лос-Анджелес. Вот он пишет здесь, в этом письме, про духовное посвящение, про второе рождение. Что второе рождение, ну, то есть духовное посвящение, является истинным рождением. Первое рождение настолько же ценно, насколько рождение, которое происходит у животных. Один преданный Господа Читани говорил, что, ну, каждый раз, когда мы рождаемся, у нас есть отец и мать, и ничего в этом удивительного нету. Но невозможно, не бывает такого, чтобы в каждой жизни, то есть каждый раз, когда рождаешься, можно было бы обрести Кришну и духовного Учителя. Поэтому вот эта форма жизни, имеется в виду человеческая форма жизни, в которой можно достичь Кришны и духовного Учителя, является наиболее ценной. Поэтому, пишет Шрила Парупада в этом письме, я очень рад узнать, что ты в гораздо большей степени стал привязан к своему духовному отцу, то есть к духовному Учителю, к духовному отцу, нежели к своему, так сказать, биологическому отцу. И это хороший стандарт духовной жизни. То есть вот этот момент, его можно как-то закрепить в своем сознании, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и каждый раз, когда живое существо рождается, у него есть какие-то родители. Это может быть человеческая форма жизни, это может быть любая другая. Ничего удивительного нету в том, что есть биологические родители. Но вот этот шанс, который дает человеческая форма жизни, получить Кришну и получить духовного Учителя как духовного отца, это особая привилегия. Давайте же будем ценить эту особую привилегию, а для того, чтобы нам ее ценить, нам, конечно же, в этом очень сильно поможет каждодневное воспевание. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Так, а это что такое? А это мы переходим к следующей цитате. Вот тоже интересный момент. Если это привязанность к Кришне и к духовному Учителю, если мы ее пытаемся культивировать, то что тогда получается? Тогда получается очень важная метаморфоза в нашей жизни. Очень важная метаморфоза. Здесь, в этом письме, Тушта Кришне, которое Шрила Парупада написал в Ахмеда Бадзе 14 декабря 72 года, Тушта Кришне, он пишет письмо, и он пишет здесь. Это ошибочная идея думать, что подчиняться нужно только чистому преданному, только Шахтевеша Аватари. Любой, кто так думает, это говорит, что нужно подчиняться только чистому преданному и больше никому, этот человек говорит чушь или ерунду. Мы каждого называем Прабу. Прабу означает господин. Как же можно не слушаться господина? Все мои ученики, говорит, пишет в этом письме Шрила Парупада, все мои ученики чистые преданные. Любой, кто искренне служит духовному учителю, чистый, преданный. И это должно быть очень ясно, как сказать, понято или обозначено. То есть вот это искреннее желание служить духовному учителю позволяет нам что сделать? вернуться к Кришне. Но для этого надо каждый день повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Любой, кто предался духовному учителю, пишет здесь в этом письме Тушта Кришне, Шрила Парупада, любой, кто предался духовному учителю, является чистым преданным. Независимо от того, кто это, Ситха Сварупа, не Ситха Сварупа. Кстати, насчет Ситха Сварупы, те, кто проходили курс ученик в Исконте, наверняка помнят, что это именно такой господин с Гавайских островов, который предпочитал слушаться Шрилу Парупаду и не слушаться Джи Би Си. Там есть такая цитата, такая история. Это вот именно о нем. И Тушта Кришна, Прабу, для себя решил, что Ситха Сварупа, Прабу, поскольку он заблуждается, то, ну, как бы, его авторитет под сомнением. Здесь, в этом письме, Шрила Парупада, Тушта Кришне Прабу, который, скорее всего, видимо, находится в этот момент, в каком году, какой год, 72-й год, вероятно, находится под началом этого Ситха Сварупы Прабу, иначе, зачем же писать о нем? Возможно, из-за этого возникла вся эта история. И Шрила Парупада, несмотря на эту особенность, Ситха Сварупа Прабу, что он не был готов слушаться Джи Би Си, и это было неправильно, и он это не одобрил, Шрила Парупада. Но, тем не менее, здесь он говорит, Тушта Кришне Прабу, что он хороший. И это качество чистого преданного, что чистый преданный всех видит хорошими, даже при том, что он способен видеть в этих хороших что-то нехорошее, но, тем не менее, вот в конечном счете все равно все хороши, если следует за своими духовными учителями. Дальше здесь Шрила Парупада говорит, вы должны друг друга называть Прабу, господами называть друг друга с почтением. Как только Асу нас вы дистингуешь хир, а как только мы начинаем различать, проводить различия, вот чистый преданный, вот нечистый преданный, это означает, этот минс I'm a nonsense, это означает, что, ну, в общем, я не в порядке в этот момент, с этого момента, когда я начинаю проводить такие различия. И дальше знаменитые слова. Почему ты хочешь достичь духовного неба и быть там в этом духовном небе только ситха-сварубой? А, вот, значит, тогда получается, тут что Кришна Прабул, он ладит с этим ситха-сварубой, все у него нормально, у него нет этих проблем, он наоборот остальных не признает. Вот мы разобрались в этой истории. Почему ты хочешь быть в духовном небе только ситха-сварубой, а почему не со всеми остальными? Если ситха-сваруба может туда отправиться, почему бы и другим тоже туда не отправиться? Ситха-сваруба туда отправится, ты отправишься, Шема-сундара Прабу туда отправится, все остальные отправятся, и у нас там будет свой искон, говорит здесь Шрева Прабабада, знаменитая цитата. У нас там будет в духовном небе свой искон. Конечно, господин Найер должен будет остаться в материальном мире. Кто такой господин Найер? Ну, кто знает, кто такой господин Найер, что ему надо остаться в материальном мире? Кто-то в курсе? Нет? Кто это такой? Ну-ка, да? Такой джентльмен, который ваше канцистое написал. Так, ну-ка, посмотрим, что тут у нас в чате появилось. Это тот, кто хотел землю забрать, точнее, сначала, правильно, да, это связано со строительством храма в Джоуху. Да. Вот. Нехороший человек, редиска. Поэтому вот Шрила Парупада говорит, ему придется остаться все-таки в материальном мире. Да. А мы идем дальше. То есть, видите, здесь в этой цитате Шрила Парупада подчеркивает эту идею, что любой, кто искренне служит своему духовному учителю, является чистым предом. Это слово Шрила Парупады. При этом, что интересно, у людей могут быть свои особенности характера, с ними может быть сложно, но при этом, если искренность служения духовному учителю есть, то тогда Шрила Парупада дает вот такой вердикт. Соответственно, вывод очень простой. С какими-то из чистых преданных нам удается повадить, какие-то с кеми-то сложно, но, по крайней мере, если мы держимся на почтительном расстоянии с теми, с кем нам не удается повадить, но если мы знаем точно, что тот или иной Вайшнав или та или иная Вайшнави имеет эту искренность служения духовному учителю, это означает внутри у себя надо иметь понимание, этот настрой, что здесь есть чистая преданность, вопрос лишь в том, что, к сожалению, могут быть какие-то нестыковки и нам может быть сложно иметь дело с какими-то конкретными чистыми преданными. Дальше вот, значит, вот мы перейдем вот сюда, Бхагавадгита 5.7, Бхагавадгита 5.7, и здесь в этой Бхагавадгите 5.7 Кришна говорит, «Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувство, дорог всем и все дороги ему, хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан с ее последствиями». Вот такие дела. То есть, и это важно, дорог всем и все дороги ему. если есть занятость преданным служением, если есть искренность в этом процессе, если есть чистота сознания, то по мере нашего очищения мы становимся способны видеть хорошее в окружающих, все больше и больше становимся способны и сами начинаем проявлять хорошее свойство. Если же с этим какие-то сложности, то нужно понимать, мы уже все залезли в эти душевые кабины и моемся там. И поэтому это лишь вопрос времени, когда нами будут еще больше дорожить, чем сейчас, когда мы научимся еще больше дорожить вайшнавами, которые вокруг нас. Но эта способность, она по мере очищения развивается в человеке, по мере того, как человек предный повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Так, это что такое? А, вот, это очень интересный текст. Еще здесь в этом тексте Бхагавадгита 10.36 Кришна говорит про себя Джайусмия. Джайусмия означает «Я есть победа», то есть о какой победе идет речь. Среди победителей Кришна сама победа, пишет Шрива Парупада в комментарии. Это означает, кто на стороне Кришны, тот побеждает. Иногда люди говорят «С нами Бог». Это не совсем корректная формулировка. Важнее не то, ну, то есть формулировка «С нами Бог» означает «Мы привлекли его на свою сторону». Вопрос ставится иначе не с кем Бог, с нами Бог или не с нами, а с кем мы, мы с Богом или мы не с Богом. И в связи с этим вот это, конечно, история, которая предшествует Бхагавадгите этой истории из Махабхараты, когда Дурьотхана решил быть на противоположной стороне, не там, где Кришна, а там, где армия, многочисленная армия. Тут-то он и просчитался. Очень важно выбирать Кришну в нашей жизни, выбирать его и пытаться понять, какие же действия выполнить, какой выбор совершить для того, чтобы быть самому на стороне Кришны. И, конечно же, для того, чтобы это определить, нам очень сильно поможет постоянное воспевание его святых имен, которые не отличны от него, которые помогут нам обрести правильное понимание, как действовать. То есть, что-то не ясно, руку в мешочек, что-то непонятно, руку в мешочек. И начинаем повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Шримад Бхагава, там, 8, 11, 48. Когда, по милости Шукрачари, это вот, кстати, связано с этой ливой, на которую мы недавно медитировали, когда, по милости Шукрачари, к Махараджа Бали вернулась память, и его чувства вновь ожили, Самарбек Прабукиджай, он тут же осознал все, что произошло, но поскольку Махараджа Бали хорошо разбирался в законах вселенной, он не стал горевать о своем поражении. О каком поражении-то? Ну-ка, это что такое? 8, 11, 8, 11, давайте смотреть. Царь Индра уничтожает демона. Вот какое поражение. Ну, потом можем почитать эту главу, 11 главу 8 песни. Бывает, иногда демоны побеждают, иногда полубоги. В данном случае победили полубоги. И Махараджа Бали ничуть не расстроился из-за своего поражения, ибо он понимал, что все в мире происходит с дозволением верховной личности Бога. Махараджа Бали был предан Господу, и потому не стал горевать о своем поражении. В Багавадгите 2, 47, Верховный Господь говорит, тот, кто обладает сознанием Кришны, должен выполнять свои обязанности, не беспокоясь об успехе или поражении. Каждый должен действовать, следуя наставлениям Кришны или его представителя, духовного учителя. Тот, кто достиг высшей ступени преданного служения, всегда исполняет волю Кришны. И Самарбек Прабу написал в чате Харик Кришна, спасибо большое Самарбек Прабу. То есть, жизнь поворачивается к нам разными сторонами. Когда мы говорим, что Кришна это победа, это в свою очередь не означает, что стал преданным и теперь везде будешь только успех иметь. По-всякому может складываться жизнь. Иногда преданные жалуются на судьбу. Они говорят, например, некоторые, вот я повторяю Харик Кришна, вот я стал преданным, а чего это я вдруг болею, например, или чего это меня не любят люди, или что-нибудь еще в этом духе. Если человек встал на путь в акте, это не означает, что он огражден от всех проблем, какие только могут быть. Они могут быть, они могут приходить в нашу жизнь, но если человек понимает, что происходящее происходит с дозволением Верховной Личности Бога, а не само по себе, то в принципе уже становится ему жить полегче. Даже если та или иная ситуация реально неприятная. А мы идем дальше. Вот тоже интересная история. Мы ее сейчас под конец прочитаем, а потом перейдем к вашим вопросам. Это очень интересная история про Махараджу Пратапарудру, который решил получить общение Шри Читани Махапрабу. Джаганадха Пури приехал Махараджа Пратапарудра. В сопровождении своих помощников, министров и военачальников он отправился в храм Господа Джаганадхи. И да, и вот они потом встретились, кто встретились? Кто встретились? А, встретились Рамананда Рай, то есть спутник Шри Читани Махапрабу, встретился со Шри Читани Махапрабу и Рамананда Рай сказал Господу Гулранге, я как полагается известил царя Пратапарудру о том, что ты велел мне подать подставку. По твоей милости царь любезно согласился освободить меня от мирских обязанностей. Я сказал, ваше величество, я больше не желаю иметь дело с политикой. Я хочу лишь одного укрыться под сенью лотосных стоп Шри Читани Махапрабу. Прошу позвольте мне сделать это. Когда я обратился к царю с такой просьбой, тот едва услышав твое имя, очень обрадовался. Более того, он сразу встал с трона, обнял меня. От звука твоего святого имени царь пришел в неописуемый экстаз. Он схватил меня за руку, проявляя все признаки любви к Богу. Сразу же назначил мне пенсию в размере моего жалования и попросил, чтобы я служил твоим лотосным стопам, ни о чем не беспокоясь. Какой хороший царь. Затем Махараджа Протопорудра очень смиренно сказал, я настолько погряз в пороках, что не достоин встречи с Господом. Тот же, кто служит ему, может считать, что его жизнь прожита не зря. И дальше да, а дальше тут такая история, что этот царь Протопорудра очень сильно захотел получить даршан Господа Шричтани Махапрабу. И как же быть? Как же быть? Потому что Шричтани Махапрабу сторонился этой встречи вот значит Сарабаума Батачария пришел к царю Протопорудре и в ответ на вопрос царя передал ли ты Господу мою просьбу то, что царь хочет встретиться с царем то, что царь хочет встретиться с Господом Гурангой. И Сарабаума Батачария здесь отвечает ему несмотря на все мои старания Господь так и не согласился навстречу с царем Господь даже сказал что если его еще раз попросят об этом он навсегда уйдет из Джаганатха Пури Слова эти сильно огорчили царя охваченный горем царь заговорил Шричтани Махапрабу не шел ради спасения всех грешников и людей низкого происхождения он спас даже таких грешников как Джагай и Матхай увы неужели Шричтани Махапрабу поплатился чтобы спасти всех грешников за исключением одного царя по имени Махараджа Протопорудра неужели Шричтани Махапрабу решил спасти всех кроме меня он бросает свой милостивый взгляд даже на ничтожнейших из людей которые недостойны того чтобы на них смотрели и дальше вот этот текст он очень важный 1148 Исматхья Лилы Танра Пратигья Морана Кариби Дарашана Мора Пратигья Танхавина Чхадиба Дживана Махараджа Протопорудра сказал раз Шричтани Махапрабу полон решимости избежать встречи со мной то я полон решимости расстаться жизнью если не увижу его и в комментарии Шрива Парупада пишет преданный обладающий такой же решимостью какой обладал Махараджа Протопорудра непременно достигнет успеха в практике сознания Кришны это важная ценность решимость нищая уцаха нищая дарят нищая решимость если есть решимость если преданный идет по духовному пути решительно то тогда Кришна то тогда его ждет победа тогда Кришна как победа в его жизни может проявиться но для этого нужно следовать по пути по духовному пути решительно и следовать всем наставлениям Харе Кришна если есть какие-нибудь вопросы то пожалуйста задайте их Харе Кришна Харе Кришна позвольте да спасибо спасибо за катку вот я много интересного узнал сейчас что театр это оказывается тоже адаптные игры театр я если позвольте поделюсь запомнилось потом у меня есть две истории и вопрос давайте интересно по поводу того что в этом мире случайностей не бывает очень много разных азартных игр казино но как сегодня вы прочитали на вашу попаду что все или воля Кришны или закон кармы также в конце вы сказали про решимость я хотел просто сказать для меня вот по мережимости почему-то все время с глазами это Дайван Саймахараш очень личностей ну так близко не общался да вот поэтому очень такое еще адвятская закалка вот воистинная решимость очень важна как вы сказали сегодня вот ну наверное сразу перейду к двум маленьким историям вы говорили сначала смешная история про соматолога вы сказали что какой бог он у него улыбнул там встреча с дубным добавленная история спасибо есть похожая история на Ранхан Касаймахараш он был на публичной лекции и там кто-то встал и очень дерзко говорить что я бог вот и он с ним начал хорошим говорить Ранхан Касаймахараш а потом тот юноша такой амбициозный молодой человек он сказал мне нужно сейчас пойти в туалет я сейчас вернусь мы продолжим очень хорошая история закрыть дверь в туалете этот юноша он долго пытался попасть в туалет и туда подошел Макараш и говорит ну мы тебя откроем если ты признаешь что ты не бог если ты не пойдешь туда ты наверное здесь прям все это сделаешь поэтому и он тогда признал что он не бог очень хорошая история так с ними так с ними надо поступать да и вначале вы говорили про идеальный класс людей которые поедут духовное знание и в этой сито тоже позвольте сказать историю очень интересно про своего учителя я рассказывал что индивиду сами хорош когда он был юношей и общался с Шилой Пропадой в Нью-Йорке в этом магазинчике он поразился насколько это место действительно было ну очень таким хитовским там люди были наркоманы и он поразился почему приходят очень возличные личности в это место хотя рядом среда она была совершенно к этому не приспособлена и тогда Шилой Пропада он его такую фразу он сказал что знаешь на самом деле лучшие люди они позже придут и когда уже юноша стал уже интервью на самом караджем долгое время попал на фестиваль саду санга и ходил по всем шатрам и увидел полный шатер людей люди они там все были в бэкстаде полном и увидел что на сцене кто-то читает катку и увидел Шилу Бахтвегену и тут же вспомнил эту историю про которую Шилу Бахтвегену сказал что лучшие люди они позже придут история а вопрос у меня следующий говоря про идеальный класс людей интересно ваше мнение узнать как вы считаете на нашей памяти и при нашей жизни мы увидим что преданные они стоят у власти например президенты и такие у руля государств как вы считаете мы при жизни это видим изменения когда предные святые люди они были уже у руля различных стран вот такой вопрос ну я думаю мы можем эту вероятность этот шанс и не исключать но обычно по опыту развития мировых религий мы видим что требуется столетия на то чтобы произошла интеграция между тем или иным религиозным движением и властными структурами власть недавно узнал что премьер-министр великобритании он тоже вайшнаф делает дандават пишет припаде храме вот да ну вот тут тут в чате пишут ну в Индии то вайшнаф у власти так это в Индии а вопрос то был я так понимаю про международный уровень в Индии понятно вы не исключаете я думаю что ну как бы понимаешь мы же мы же из Харе Кришна мы же уверовали что Кришна все контролирует то есть поэтому возможность чудо мы не исключаем конечно но в то же время в целом в общем и целом опыт такой что на это требуется довольно прилично времени на то чтобы что-то такое прямо по-настоящему проявилось имею ввиду за пределами Индии будем надеяться хочется при жизни увидеть ну еще конечно еще конечно есть способ такой чтобы при жизни увидеть это надо как-то вот постараться подольше прожить вот тогда шанс увеличивается если еще вопросы какие-нибудь есть есть ли еще вопросы в обе кроме стал у нас стива ну ладно пусть так так это ну как бы вопрос то есть или нет как-то просигнальте пожалуйста если нет вопрос я могу еще задать вопрос давай вот на примере революции которая была в россии в начале 20 века да то есть советский союз он активно пропагандировал да вот свое убеждение свои и буквально через некоторое время то есть массы они это приняли и революция ну советское развитие союза она была сделана именно благодаря распространению литературы да получается так получается так то есть это в наше время если говорить про развитие искон да про развитие сознания Кришны распространение духовного знания это главное считается оружие или интернет пропасть в интернете или все-таки интернет это такое некое ну совсем может быть персональное такое знаете вот среда здесь все-таки книги они всегда будут такой вот не основой как правильно сказать но на первом месте чтобы распространить духовное сделать духовную революцию ну если проводить аналогии с советской властью то владимир ленин говорил что важнейшим из всех искусств для нас является что не знаю что тут цитата а нет кино не слышал нет важнейшим из всех искусств для нас является кино правда это не полная цитата там идет дальше кино и цирк кино кино и цирк вот поэтому ну как бы сейчас вместо кино интернет там youtube всякие тик токи и так далее это играет определенную роль то есть как бы почему нет это может работать тоже оно и работает оно и задействуется я не совсем понял в чем вопрос правда ну да вы ответили то есть возможно это параллельно я слышал такого фраза что если сейчас он был бы на планете и точнее Бакнус Тканта Сарасвальд Текурмахараш он явно был бы в интернете проповедовал в интернете ну ты просто представь себе советское государство без кинематографа без вот этих вот всех фильмов через которые они тоже продвигали свои ценности это же ну как бы это достаточно серьезный был канал интересной передачи ценностей индоктринации назовем это так индоктринации интересная то есть вне ценности последний вопрос но я не могу сказать что массы прямо вот обязательно все приняли эту атеистическую парадигму потому что часть уехала те кто могли уехать конечно другие умолкли потому что как бы ну помимо пряника были и кнуты были соответствующие ванда намадови выключите микрофон пожалуйста спасибо были и соответствующие ведомства которые расправлялись с инакомыслящими там до 53 года пожестче после 53 года помягче но тем не менее поэтому определенный процент населения которых можно назвать скорее не убежденными атеистами а скажем так конформистами теми кто подстраиваются под среду по те ценности которые навязывает государство иначе нельзя сказать вот поэтому я не могу сказать что они были прямо приняты по-настоящему и все и всеми вот хорошо я понял наверное третий вопрос я наставлю на следующую лекцию он такой универсальный ну хорошо может если больше давай открывали бы его да да спасибо такой интересный материал вы готовили чувствуется с любовью спасибо господин профессиональным таким этим самым подходом спасибо большое спасибо господин ладно господа до встречи увидимся я извиняюсь извиняюсь вопрос какой-то вопрос давайте да 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 знаете это ну были у меня вопросы в общем-то вы по ходу действия ответили я просто поняла что самое главное быть на стороне Кришны где Кришна там победит и вот знаете сегодня на самом деле просто у нас будет тоже вопрос я хочу просто чтобы самарбек задался вопрос всем нам пожалуйста у него были ну это можно наверное отмечить видеозапись вопрос касается не что-то что-то сокровенное да что-ли и что да да а тогда я сейчас скажу Гран Тарат Шриман Багалатан Киджай Шри Крупада Киджай Хария Кришна Киджай Киджай Киджай